Здравствуйте, люди добрые, души чистые, Вадим Карабинский на связи, вести родовых поместьй во вселенском эфире. Недавно прошел круг поселений в Ковчеге. О нем говорят всякое, есть довольные, есть недовольные, но главное, что там было выступление по теме выгорания лидеров. Ну, соответственно, и люди обсуждали, решали этот вопрос, что же делать. Но конкретно для нас, для всех, кого там не было на этом кругу, есть видеозапись выступления Ватолина из поселения родовых поместьй Ковчег в Калужской области, где он эту тему максимально, насколько это возможно во временном периоде, раскрывает. И эта видеозапись, она вот незаслуженно незамечена. Там просто в начале еще какие-то разминки, и, соответственно, до самого выступления Дмитрия нужно вот это все пролистать, просмотреть и знать, что это будет, и заранее знать, что это интересно. И вот этим выпуском сегодняшним «Вести родовых поместьй» я хочу обратить ваше внимание, надо обязательно посмотреть это выступление о выгорании лидерах, лидеров в поселениях родовых поместьй. Ссылка в описании. Помните, там из интересных мыслей, это то, что вот эти самые лидеры, которым вот больше всех надо, у них больше всего энергии, больше всего компетенций, они не понимают, почему люди вокруг сами себе вредят. Вот все уже происходит, уже какие-то процессы пошли, деньги даже собираются, есть руки, нет, вот кто-нибудь найдется и начнет пакостить даже при том, что все уже почти произошло. Как это ни странно, вот сколько бы добра этот лидер не сделал, за это добро он будет наказан. Конечно, не всеми, но это сплошь и рядом очень часто. Это совершенно непонятно, почему часто. Мы же вроде бы разумные люди, у нас из интернета столько информации, мы прошли столько тренингов, мы прочитали столько книг и до сих пор сами себе портим жизнь. Это какая-то загадка, я об этом рассуждаю с позиции, оценивая себя как тоже в какой-то степени лидер. И поэтому меня этот доклад, конечно, зацепил и захотелось, чтобы эта тема продолжалась, чтобы это обсуждение пошло дальше и, допустим, к следующему кругу поселений она была раскрыта еще глубже. И мне обидно, что это выступление Дмитрия Ватолина так просто сейчас потеряется для потомков, можно сказать. Ну, конечно, он еще где-то расскажет и это видео будет хорошо выложено, но вы прямо сейчас посмотрите. И там из интересного еще было, что как только начинаешь давать соседям в долг, то отношения портятся. Или начинаешь давать работу, отношения портятся. И только при каком-то очень высоком уровне осознанности обеих сторон не будет взаимообид. Но очень часто с чьей-то стороны или с обеих осознанности не хватает и появляются обиды. Вроде хорошее дело сделал, как выручил деньгами или выручил работой, соответственно, опять деньгами. Другая ситуация, когда человек создает такие ситуации, когда у него все оказываются в долгу. Никаких, ничего, ни процентов, ничего, никакого расставщичества. Ну, вот такой вот человек добрый, что оказывает столько услуг, а потом выкатывает счета, и люди ему должны, и люди недовольны. И опять, соответственно, это на долгие годы, пока оно там рассосется. Но это, смотрите, выступление Дмитрия Ватолина. Так вот, я задался вопросом, если я вот тоже в какой-то степени лидер, а почему я не выгорел? Ну, во всяком случае, я так ощущаю, что как я занимался, все за все убрался, так и берусь. Может быть, есть какая-то техника безопасности, которую я не нарушаю? Ну, вот так вот проанализировав, не сильно глубоко, я понял, что три раза я технику безопасности нарушал. И это вот все, как Дмитрий рассказывал, вот таким вот эмоциональным, как опусканием, оно и заканчивалось. Да, было, но эти три раза, три ошибки, видимо, многому научили. И в целом за 14 лет я ошибок совершил недостаточно много, чтобы выгореть. Так вот, очень коротко я сформулировал, я брался только за то добро, причинял только то добро, только за те проекты брался, то возглавлял, что приносит прибыль. Вот что в конечном итоге принесет мне прибыль, не обязательно в деньгах, это могут быть, например, развитие собственных СМИ, или бартер, или развитие территории, то я возглавлял. А вот все, что не приносит прибыль, это я оставлял людям с чистыми помыслами. Это я тут иронизирую, потому что приходилось и слышать такое, что, а вот мои мозги не заточены на деньги. Тут с неким укором, да, таким, вот, все ты о деньгах, да о деньгах, в чем твоя выгода, в чем твоя выгода, а надо вот о чем-то о другом. Но это обидно слышать, когда, ну это обидно слышать, ну что поделаешь, вот оно цепляет. Но благодаря тому, что я не брался за то, что приведет вот к этому, к исчерпанию моих ресурсов и к выгоранию, я и не выгорел, и все хорошо. Но при этом, не берясь вот за те проекты, которые не приносят прибыль, если кто-то за них брался, возглавлял, я говорю о нашем поселении, то я во всем участвовал. Если кто-то сказал, там, пойдем на дорогу ямы засыпать, я иду на дорогу. Сказал кто-то, идем выпиливать обочины, я иду выпиливать обочины. Сказал кто-то, хороводы водить, я иду хороводы водить. То есть я, наверное, ну на 95% всех вот мероприятий таких, не мной возглавленных, а кем-то другим инициированных, я участвовал. Я всегда-всегда, вот всегда-всегда, если я в город не уехал, а я езжу в город вот крайне редко, два раза в месяц, если нет никаких застав, это вот самое частое. Я участвовал во всем. И всегда всем говорил, зови меня в любое время, я приду, потому что я всегда свободен. Почему у меня такая позиция? Во-первых, если человек проявляет инициативу и что-то возглавляет, то это надо поддержать. Это надо, ну очень редко что-то, вот конкретно в нашем поселении, что-то бредовое, как бы никто и не инициирует. У нас как-то все просто. Если кто-то за что-то взялся, то оно в принципе большинству соседей нужно. И поэтому у меня нету такого, что, а если предложат какую-то бредятину, которая потом нанесет вред всем остальным. Ну у нас такого нету с этим, проще, поэтому я во всем участвую. Значит, во-первых, я не договорил. Во-первых, потому что если кто-то взялся, то значит этот человек берет на себя роль лидера и это надо поддержать. Потому что человек же через это, проходя, он тренируется, а чем больше лидеров вокруг, вот в идеале, чтобы в каждом родовом поместье в чем-то был лидер, возглавляющий какое-то направление. Тогда поселение будет развиваться. Это во-первых. А во-вторых, любое совместное действие, вот собралось 3, 4, 5, 6 человек, вот это дело, оно будет сделано настолько быстро, настолько легко, что отдача от него будет всем. И вот если я, например, вот на эти 2 часа, на субботник, например, вот я не выйду, а эти 2 часа у себя в поместье проведу, так я за эти 2 часа у себя в поместье сделаю в разы меньше по результату, по эффекту, чем то, что я пошел и совместно с чем-то сделал. Поэтому просто это опять же выгода. Я считаю выгоду, прибыль, приход мне. Мне выгоднее участвовать в общественных делах, в любой совместной деятельности, даже если это всего 2 человека собралось, сосед позвал, приди помоги мне что-то в стройке, в моей личной стройке, даже не на благо поселения, а в моей личной стройке. Я приду 100%. Еще и напрашиваться буду и говорить, ты меня позови. Только позови. Проблема в том, что не зовут. Мало лидеров. Мало людей, не боящихся звать, не боящихся собирать. Вот такие вот боли у нас, у лидеров. Я немножко про технику безопасности рассказал, свой опыт, для того, чтобы привлечь ваше внимание к докладу Дмитрия Ватолина. Все. Ссылка на доклад Дмитрия в описании. Смотрите. Быть добру. Пишите комментарии. Описывайте свой опыт лидерства и свою технику безопасности. Как не выгореть в качестве лидера. За всем все. Быть добру. Субтитры подогнал «Симон»